Девушки отдыхают 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 Я разработала специальный комплекс упражнений, который поможет правильно проработать мышцы И не быть похожим на бодибилдеров или бодифитнес девушек А поможет быть стройной, красивой и подтянутой А знаешь, еще всегда вдохновляет цель, к которой мы стремимся На тебя посмотреть – это хорошо А чем еще ты можешь доказать, что фитнес-бикини – это то, что подходит практически каждой девушке и женщине? Я бы хотела задать один вопрос Давай На экране две женщины Как вы думаете, какая из них весит меньше? Мне кажется, что меньше весит та девушка, которая справа Она более подтянутая, наверное, более худая А кто со мной согласен? Мои дорогие гости, кто считает, что девушка справа более худая? Да Ну, большинство со мной согласны По-моему, это очевидно, нет? А кто думает, что девушка слева все-таки весит меньше? Совсем немного людей так думают На самом деле, обе девушки одинакового роста, 166 сантиметров И весят одинаково 60 килограмм Да ладно После того, что справа занимается фитнес-бикини На какие результаты можно рассчитывать и через какое время? У меня сестра после родов хотела привести себя в форму Я для нее специально написала комплекс упражнений, который помог бы ей войти снова в свою форму За две недели она похудела на 5 килограмм Ух ты, здорово И уже за месяц она приобрела те формы, которые были до родов То есть это прекрасная ситуация, когда мы теряем жир ненужный, сжигаем во время тренировок И в то же время так красиво наращиваем женственно достаточно мышечную массу, да? Все верно А что нам понадобится для тренировок? Нам понадобится две пары гантелей А почему нам нужно две пары гантелей? Потому что мы прорабатываем верх отдельно, низ отдельно Для верхнего плечевого пояса нам понадобится малый вес Сколько это может быть? Это 3-4 килограмма Каждая? Каждая гантелей Это малый вес? С учетом того, что обычно мы берем полтора? Мы будем начинать с малых количеств повторений Ага Для проработки мышц ног и ягодичных мышц нам понадобятся более тяжелые гантели Это 5-6 килограмм Каждая? Каждая 5-6 килограмм Для новичков можно начинать с килограмма Мы можем использовать вместо гантелей в качестве малого веса брать килограммовые крупы Так А в качестве тяжелого веса можем набрать в пластиковые бутылки песок и использовать его для проработки мышц ног Моя сестра так и делала, когда восстанавливалась и успешно добилась своего результата В чем особенности этого комплекса? Наши тренировки будут проходить двумя тресетами Будем условно делить вверх-вниз Прорабатывать вниз отдельно, вверх отдельно Так Понедельник, среда, пятница мы будем прорабатывать мышцы ног и ягодичные мышцы А вторник, среда, суббота будет прорабатывать верхний плечевой пояс Это спина, руки, плечи, грудь А в воскресенье? А в воскресенье мы отдыхаем Ура! Первый тресет мы берем 6-килограммовые кантели и прорабатываем мышцы ног и ягодичные мышцы Для новичков можно начинать с килограмма и дальше увеличивать нагрузку В идеале, конечно, 6 килограмм Конечно, мы будем к этому стремиться Стопы параллельно, делаем приседания, отводим таз назад, колени не уходят за проекцию стопы При подъеме переносим вес тела на одну ногу и делаем отведение в сторону Высоко нужно отводить эту ногу? Нет, высоко не нужно, главное прочувствовать мышцу, концентрироваться на той мышце, которая работает, задействована в этом упражнении А потом сразу в другую сторону? Сразу же в другую сторону, все верно Делаем приседания и переносим вес тела на другую ногу Отлично 5 раз на каждую сторону Отведение Два Отведение Три Отлично А в каком темпе нужно делать эти упражнения? Делать нужно не спеша, чтобы прочувствовать каждую мышцу Это упражнение отлично укрепляет ягодичные мышцы, также передняя и задняя часть бедра Следующее упражнение это широкое плие Разворачиваем стопы в 45 градусов, туда же будут смотреть наши колени Делаем приседания, немножко задерживаемся внизу и поднимаемся, втягиваем ягодичные мышцы Делаем 5 повторений, на выдохе подъем, поднимаемся за счет пятки, подтягиваем ягодичные мышцы В этом упражнении хорошо прорабатываются мышцы внутренней поверхности бедра, ягодичные, ну и также передняя и задняя часть бедра Мы будем прорабатывать это 5-10 раз, в зависимости от уровня подготовки Мы начинать будем с 5 раз Если вы чувствуете, что вы можете сделать больше, пожалуйста, делайте больше Повторений Следующее упражнение нашего три сета, мы делаем, например, без пауз, для того, чтобы был хороший результат Будет становая тяга на одной ноге Нога одна впереди, вторая сзади упирается на носок Нога слегка присогнута, опорная Левая нога, но на нее не упираемся Лопатки свели, живот втянули, зафиксировали Делаем наклон корпуса Руки как будто бы скользят вниз по колену И поднимаемся Один Два Три Четыре Пять Достаточно 5 упражнений на одну ногу Переходим также на другую ногу Напоминаю, опорная нога слегка присогнута И делаем наклон корпуса Выдох Один Два Три Четыре И последний раз Пять Мы прорабатываем в этом упражнении заднюю поверхность бедра и ягодичные мышцы А почему это называется три сет? Потому что мы прорабатываем небольшое количество повторений без отдыха Каждого сета будем делать три круга И сколько по времени должно занять вот это укрепление мышц? Минут 15 Но если у вас проблемная зона, вы можете уделить этой проблемной зоне больше времени Слушай, а как ты вообще решила заняться именно этой разновидностью фитнеса? Фитнес-бикини Мой муж занимался подготовкой девушек на этот турнир по фитнес-бикини Я заинтересовалась и решила тоже, что я могу Ну конечно, что это? Доказать, что я не хуже Он в это не верил, но он начала готовиться сама И когда увидел мою серьезность, настроенность на участие Он решил со мной проводить тренировки совместные То есть он тебе помог достичь таких результатов? Совершенно верно Здорово А ты была недавно как раз на чемпионате Европы по фитнес-бикини Расскажи, как это было? Это происходило в Испании Чемпионат был на высочайшем уровне Около полторы тысячи участников Я попала в десятку лучших спортсменов Европы Что дальше? Переходим к верхней части корпуса Меняем гантели, да? Да Берем малый вес, 3 килограмма Для того, чтобы не перекачать вверх Для новичков мы делаем малое количество повторений Со временем его увеличиваем Можно начинать с килограмма И постепенно увеличивать до трех Упражнение называется зигзаг Первым будем прорабатывать мышцы спины Для этого нам появится пока одна гантель Занимаем положение выпада Упираемся предплечьем на бедро Ровная спина, лопатки сведены Рука опущена вниз Делаем тягу, сводим лопатки Один На выдохе Два Три Четыре Пять Достаточно разгибания рук Раз Два Три Четыре Пять Это одно упражнение, прорабатываем две мышцы Здесь прорабатываем широчайшую мышцу Делая тягу И прорабатываем трицепс Трехглавую мышцу Делая разгибание руки То есть мы сперва делаем для одной руки, да? Да И переходим на другую сторону Второе упражнение ложимся на коврик Нам понадобятся две гантели Мы ложимся на спину И следующее упражнение в этом сете Это упражнение идеально подходит для женщин, которые недавно родили И подтягивают мышцы груди Один Два Три Четыре Пять Отлично Следующее упражнение Это положение сидя Ноги на весу Берем одну гантель Упражнение называется байдарка Делаем скручивание вправо и лево Попеременно На усилие делаем выдох Три Четыре Пять И тут же проводим руки под коленями Делаем дополнительное сжатие Три Четыре Пять Отлично Этим упражнением мы хорошо подтягиваем мышцы живота Поперечную мышцу и косые мышцы Что делает встроенную нашу талию А вот эти упражнения, которые ты нам сегодня показала Они помогли тебе достичь такого высокого результата Вот стать чемпионкой? Да, конечно Я разработала эти упражнения для своей сестры Но и сама их активно использую В общем, в Украине станет больше Встроенных, подтянутых девушек Без всяких голодовок И ненужных, строгих диет Спасибо тебе огромное Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии Делитесь им с друзьями И подписывайтесь на наш канал Чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин